Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 35-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я покажу вам классный способ Parallax Background или эффект прокрутки заднего фона. Этот эффект будет виден только тогда, если у вас макет сайта не имеет ширины блоков 100%. То есть не растягиваются блоки во всю ширину экрана, а имеет четкие границы. Когда мы создаем сайт, у нас ширина сайта по умолчанию 960 пикселей. Я создал обычный сайт, то есть обычный холст. Смотрите, как это будет выглядеть. Для начала мы правой кнопкой мыши кликаем и находим пункт «Свойства страницы». Чтобы увидеть эффект, нам нужно увеличить высоту страницы. Я сделаю 5000. Запомните это значение. Нажимаем «Ок». Наш сайт явно удлинился. Теперь нам нужно залить наш вот этот вот холст. Кликаем «Заливка» и выбираем какой-нибудь цвет, чтобы у нас просто залилась вот эта часть сайта. Прокручиваться будет с интересным эффектом. Как раз вон та белая область. Мы туда поместим либо какой-то бэкграунд, какую-то картинку. Либо можно поместить туда маленькую картинку и задать ей настройки мозаики. Чтобы эта картинка много раз повторялась. Вы уже видели такой эффект на сайтах. На сайт я поместил несколько изображений, чтобы вы видели эффект прокрутки. Итак, давайте зададим задний план. Как это делается? Вы кликаете мышкой по тому заднему плану, белому, в любой области. И здесь появляется заливка браузера. Мы кликаем «Заливка браузера». Первое, что мы делаем. Если мы добавляем изображение, то мы кликаем здесь по кнопке «Добавить». Я загружаю свое изображение. Вы видите, сзади оно заполнило все белое пространство. Здесь вы можете управлять, как располагать картинками. Здесь у вас, скорее всего, будет вот так вот стоять. Или по размеру. Я здесь в списке выбрал «Мозаика», чтобы изображение повторялось и заполняло всю область. Дальше мы с вами это еще не проходили. Здесь есть такая кнопка «Прокрутка». Кликаем по ней и включаем здесь галочку «Перемещение». Первое. Смотрите, мы сюда, исходная позиция, вставляем ту высоту, которую мы с вами делали только что. 5000 у меня. Высота моего сайта. Сейчас я вам еще раз покажу свойства страницы. Вот здесь я задавал высоту сайта. Это нужно для того, если вы хотите, чтобы прокрутка заднего плана не останавливалась до тех пор, пока человек не прокрутит сайт до конца. Если значение будет меньше, то эффект прокрутки остановится на том значении, которое вы там укажете. Поэтому то, что высота здесь 5000, то же самое мы ставим и здесь в заливке. Дальше, смотрите, вот здесь конечное перемещение мы ставим все по нулям, а здесь, пускай будет один, кликаем только лишь по стрелке вниз. И перейдем в браузер и посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, я кручу сайт наверх и получается классный эффект. Задний план прокручивается быстрее и задний план крутится вниз. А наше содержимое, наш главный контент движется наверх. И поэтому получается классный эффект прокрутки. Здесь, конечно, можно настроить скорость. И вот о чем я говорил. Смотрите, я ползунок прокручиваю до конца сайта. То есть мой ползунок упирается вниз браузера. И прокрутка действует все время. Поэтому нужно значение высоты сайта делать в прокрутке то же самое. У вас, конечно же, высота сайта может быть любая другая. Главное ее продублировать. Какую высоту вы задали, такую же высоту вы задаете в прокрутке. Переходим обратно в прокрутку. И смотрите, какой можно сделать еще классный эффект. Здесь стрелку направляем вправо у начального перемещения. И здесь ставим тоже, например, единицу. Идем в предпросмотр. И теперь смотрите, какая красота. Наш задний план двигается по диагонали вниз. Теперь вы понимаете, как можно использовать такой классный эффект. Соответственно, можно сделать так, чтобы он чуть-чуть двигался. Не слишком быстро. Например, в данном случае он привлекает слишком внимание. И отвлекает человека от самого главного. То есть, по сути, человек должен сосредоточить внимание на центре лендинга. То, что у вас здесь написано. В данном примере, конечно же, фон отвлекает. Так что, здесь есть тонкая грань. Имейте это в виду. Нужно здесь с этим эффектом быть аккуратным. Чтобы человек здесь не потерялся. И его внимание не ушло на задний план. Просто здесь задний бэкграунд, он слишком ярок. И слишком быстро двигается. Нужно делать что-то мягче. Для этого вы просто можете убавить скорость, например. Чтобы двигалось поменьше. Помедленнее, так скажем. Вот сейчас двигаться намного медленнее. Можно сделать вообще 0.1. В общем, я надеюсь, урок для вас был полезным. Используйте данную фишку с умом. На этом все. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэтч, делайте их круто!